Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь24. С главными событиями этого утра познакомлю вас я, Глеб Болянский. А теперь к основным темам выпуска. Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения на полосах для общественного транспорта начали устанавливать в Барнауле. Монтаж и проверку оборудования должны завершить до конца лета. Об этом сообщили в городской администрации. В городе фиксировать нарушения, связанные с выездом на выделенные полосы, будут 8 комплексов. Их установят на участках проспектов Ленина, Калинина, Строителей и улицы Челюскинцев. Камеры регистрируют номера всех автомобилей, находящихся на выделенных полосах. И передают их в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. В Центре их проверяют по базам. Отмечу, что еще до установки системы сотрудники ГИБДД за выезд на выделенную полосу в Барнауле оштрафовали около тысячи автомобилистов. Ливневую канализацию прочищают на пересечении Павловского тракта и улицы Попова в Барнауле. Об этом сообщают в мэрии. Часто вместе с водой в ливневые стоки попадает песок, щебень и другой мусор. Он не задерживается в канализации из-за дождевого потока. Однако есть проблемные участки, где возникают иловые отложения. Такие места регулярно промывают высоким напором воды. Но в этом году решили провести дополнительную чистку более мощной техникой. Закончить работы планируют через несколько дней. В Нагорном парке Барнаула начали установку стелы «Город трудовой доблести». На месте строительства выездное совещание провел глава города Вячеслав Франк. Стелу «Город трудовой доблести» установят с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении звания. Отмечу, чтобы получить статус, была проделана работа по сбору документов, которые подтвердили подвиги горожан в годы Великой Отечественной войны. К примеру, были обнаружены выпуски газеты «Правда» за апрель 1943 года и апрель 1945. Вырезки приложили к пакету документов и направили экспертам Российской Академии Наук. Появилось эскизное решение. Выбрали мы место, спроектировали. Получили сумму, получили проектные решения. Они достаточно сложные стелла. Стоит 75 миллионов. Спасибо правительству Алтайского края. Губернатор сразу нам поддержал. И мы финансируемся из двух источников. Также федеральные структуры помогают нам в рамках финансирования. Но они помогают в рамках этого проекта. Они помогают материалами. Они помогали эскизными решениями. За размещение стеллы в Нагорном парке проголосовали более 75 тысяч барнаульцев. По проекту там оборудуют тротуары, прогулочные площадки и скамейки. Высота самой стеллы превысит 32 метра. Ее изготовит московский субподрядчик из металла, облицованного прокатной сталью, бетона и гранита. Вокруг нее сделают зеленую зону и подсветку. Что касается стройки, проблем никаких нет. Единственная проблема заключается в том, что специфичные металлоконструкции, и мы вынуждены были их заказать далеко за пределами Алтайского края. И именно от этого сегодня и сроки. Мы бы сделали это намного быстрее. Мы и так сегодня идем впереди графика того, который был сделан. Сегодня подрядчик занимается разбивкой территории и геодезическими расчетами. Добавлю, рабочие уже смонтировали ограждение строительной площадки и ведут разработку котлована. Установку стеллы планируют закончить в конце октября. Больше 18 миллионов рублей выделили на ремонт одного из корпусов Тальменского психоневрологического интерната из краевого бюджета. Сейчас строители завершают реконструкцию фасада здания и ремонт кровли. Ремонтные работы ведутся постоянно, потому что это жизнь. Сейчас заканчиваем ремонт крыши, ремонт фасада и перейдем на ремонт дальше. То есть надо делать и тамбура, делать и пожарные выхода. То есть ремонтные работы будут продолжаться постоянно. Потому что не должны стоять на месте, должны двигаться дальше. На средства, выделенные по национальному проекту «Демография», это полтора миллиона рублей, в интернат закупили новое реабилитационное оборудование, многофункциональные кровати, прогулочные коляски и противопролежневые валики. А также обустроили сенсорную комнату с фиброоптической занавесью, столом для песочной терапии и воздушно-пузырьковой колонной. Более 30 работников прошли специальное обучение для ухода за пациентами по современным технологиям. Очень много было полезной практики, теории, советов. То есть насыщенный очень был курс. И уже приехав, вернувшись после обучения сюда, директор тоже проходил обучение. То есть это делалось как бы вот так намеренно, чтобы руководство тоже понимало, что за... Потому что новшеств было очень много, голова шла кругом, и приходилось сломать такие вот стереотипы. А у меня все к этому часу. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok